Районный фестиваль шпаковня у першиню прошел в 2016 году. Летость у якости эксперименту, его вырешили провести только на сельских территориях. Однако потом вернулись до першопочаткового формата, как свято объединяло людей из усяго района. Фестиваль закликан извернуть увагу детей и дорослых до проблемы захования и обороны новокольного сяродия, у приватности видовой разностайности птушек. Кожная шпаковня оценивается по множеству критериев. Материал вырабу, аккуратность выполнения, оригинальность, дизайн, а так само функциональность. Жихары района до патрыхтовки подошли креативно. Стольки шпаковня у самых разных форм и померов на урате десустрянешь у одной мессы. Члены журы с полной серьезностью означают, что обрать лепшую работу с этой разностайности практически немогчима. Тем более, когда конкурсные вырабы створали не просто майстровитые и творшие жихары района, а люди, которые уклали в эту справу свою душу. У нас вообще население очень активное. И что касается любого какого-то мероприятия, поэтому к этому тоже отнеслись довольно-таки серьезно. И вот такой вот даже символ, это символ нашего Будокошелевского района, ушастая сова, был представлен школой. Это сделал наш физрук школьный. А кроме конкурса лепших шпаковня, на фестивале предугледжены еще два выпробования. Одно из них – майстер-класс на худкость працы. Зразумело, заготовка материалов была зроблена загодя. А оська в собратье домик для птушек конкурсантам необходно было укластися у шесть хвилин. Порядка шести часов нужно труда уложить. Предварительный домашний заготовок, чтобы потом за краткое время их сборку произвести. Здесь практически домик разборный. Имеется там и подсилочка, и все, и надпись. И все оно собирается без практически гвоздей на таких специальных заклепочках со всех сторон. А пушное выпробование – конкурс обрадовых песен. И тут же хоры района смогли продемонстровать прихожость народного фольклора. Фестиваль Шпаковнил объединял людей самых грозных взрослых. Людей, которые имеют желание заховать природную уникальность своего района. Людей, которые клопотятся про птушек. Шпаковнил после фестиваля станут их домиками, упрыгожить сады и арт-объекты. Данный конкурс является по-настоящему народным. Это тот конкурс, в который не включается административный ресурс. Это тот конкурс, которым движет талант, творчество, инициатива. Показывает желание украсить нашу малую родину, нашу Будокошелевщину своими оригинальными ручными работами, которые отличают нашу местность от других соседствующих и любых других в Республике Беларусь. У конкурса «Обрадовых песен» перемогла Валерия Михаленко. У майстер-класса хлебший выник показали же хоры Комунаровского сельсовета. У конкурса «Шпаковня» у Крылске и Чебатоевске сельсоветы заняли третье и другое место. А переможцем стал Кошалевский сельсовет. Комунаровский сельсовет отрымал гран-при, як самый активный во всіх конкурсных выпробованиях. Подобного фестивалю на Гомельшине не ма. Однако организаторы планують у перспективы запрошать гостей з інших районов і вывести яго на областны узройнь. Дмитрий Котов, Явген Макеенко, отелерадиокампания «Гомель» Будокошелевский район.